Здравствуйте, дорогая публика! Я в гостях у Савватеева Алексея, он математик, популяризатор математики. Маткульт, привет, его любимое приветствие. Маткульт, привет, друзья! Простите, что у меня такой странный вид, как будто я в бане. На самом деле, я в маленьком домике на даче в родовом гнезде в Снегирях, где моя мама и папа, но они в большом доме, а это вот недавно, несколько лет назад. А, Снегири, это недалеко от Быково, да? Нет, Быково это с той стороны, с вашей, а Снегири с противоположной. Это по Новой Риге, по Риге, по Рижской дороге, по Старой Риге, точнее, Новой Риге идет в другую сторону. Ну ладно, значит, в Риге параллельно, но, как это сказать, немножко в стороне. Это полтора километра от станции Снегири, Рижского направления, на Истру, который Новороссалим, вот дальше у нас Новороссалим будет, монастырь. Понятно. Вот. И тут плюс 30 с лишним градусов, поэтому... Здесь тоже жарко. Надеюсь, никто не обидится на такой внешний вид, немножко такой странный. Ну это наоборот, пройдет по графе, так сказать, заодно и посмотрел эротику чего-то. И про математику эротику посмотрел, все хорошо. Бородатый мужик по грудь голый, да? Не, а какая тут, может быть, эротика. С крестом на груди русский мужик там, можно сказать, в бане. Но на самом деле это баня только условно, потому что это не баня, это дом, где я буду некоторое время здесь находиться, потому что у меня очень много дел в Москве осталось. Своих я отвез в Сибирь, в Тулун, жену и младших деток. А сам вернулся делать разные дела, в том числе и связанные с вопросом, о котором мы пока вслух не говорим. О котором мы не говорим вслух, да. Уже все шишикаются вокруг, уже все, в принципе, понимают, к чему все идет. Но нужно, чтобы все красиво объявилось, когда уже все будет 100% устаканено. Вот, в общем, ну я могу так как бы намекнуть, что идут переговоры о возможном моем участии в ближайших выборах. Но так как переговоры пока не завершены, то и, соответственно, объявлять об этом пока не будем. От партии «Новые люди», да? Да, да. Вот, то есть, ну ладно уж, для ваших, специально для ваших, участвовать-то я буду, вопрос округа еще не решен. А это вопрос тонкий, который связан не только с новыми людьми. Там много сторон вовлечено, сложные переговоры. В России политика – дело довольно хитрое, гораздо хитрее, чем в любой западной стране, где просто пришел, проголосовал, и если ты победил, то ты прошел. Вот, а здесь не так все топорно, как на Западе. На Западе все как-то… Да, у нас все очень хорошо и тонко, как бы никого не обидеть, да? У нас все хитро, да, у нас никого нельзя обидеть, и поэтому возникает много разных специфических ограничений. Но, хорошие новости, что все равно, если ты идешь по близку, в какой-то момент тебе придется зарекаться, значит, ну, если ты не от Единой России, то все равно тебе нужно получать большинство в своем округе. И эту стадию, если я пойду, мне придется проходить. А это же весело. Ну, вы пройдете, вы же не противник Единой России-то такой вот. Сейчас ведь даже и те, кто в Единой России-то, они предпочитают как-нибудь как самовыдвиженцы, еще что-нибудь, потому что вот это вот, так сказать, ядро против него очень большая негативная пропаганда, так сказать. Где-то окрестили нехорошими названиями там, так что. Да, есть. Так что лучше пока так вот просочиться мелкими группами, а потом вдруг, хопа, вот мы тут опять. А мы просто... Партия Единой России, да? Захват, захват, захват. Зеленые человечки от Единой России идут самовыдвиженцами по всем округам. Да, 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 да. Ну, да, да, да. Вот, но моя эта партия интересная довольно, но она как? Понятно, что она умеренно оппозиционная, потому что иначе бы она находилась в тюрьме. У нас не бывает сильно оппозиционных партий на свободе и быть не может. Ну да, то есть оппозиция Его Величества, да? Да, совершенно верно. Как бы есть под Его Величеством есть разные кланы. Вот, так сказать, вот в оппозиции к кланам можно быть вполне. Ну, вот, например, в образовании зател клан разрушителей, который этим занимается 30 лет. Я, безусловно, нахожусь в оппозиции к этому клану разрушителей, и это, безусловно, приветствуется, ну, как создание, так сказать, демократической повестки какой-то в России. Вот у нас не все считают, что реформу образования надо вести так, как сейчас они ведутся. Это, правда, пока никак не сказывается на том, что они все равно ведутся так, как они ведутся. Но, если я попаду куда-нибудь, то они еще потрепещут у меня. Да, то есть вы тогда их времянку-то разрушите, вообще будет чистая поля чудес в стране вот этих самых. Либо пусть переобуваются, либо пусть переобуваются. Да, они на ходу переобуются, скажут правильные слова. Скажут, Алексей Владимирович, служили вам всегда и будем служить. А это были ошибки, просто мы же не слышали ваших еще. Заблуждение, заблуждение, да искажение генеральной линии. Это же мы проходили уже. Да, 30 лет – это срок, да. 30 лет – это не срок. 30 лет я слушаю рок. Помните БГ, да? Нет, не помню. С 37 по 57, как раз 30 лет, между прочим. Слушаю рок. А, нет, по 67 30 лет. С 37 по 57 20 лет, да. Ну, я не математик, я физик, мне считать не беда. Но это не беда, это не беда, это не беда, это не беда в поле ягода навсегда. А, ОБГ, песня такая. Ну, она как бы, она ответ Strawberry Fields Forever. Ну, понятно. Вот. Ну, ладно. В общем, вот так. А пока у нас тут, как я уехал, значит, уехали мы 13-го, да. В Москве начался какой-то новый штамм, который значительно быстрее предыдущего. И тут я могу высказаться, между прочим. Давайте. Мы оставляем в стороне всякие соображения, связанные с тем, откуда он взялся, искусственный, естественный или это вполне естественная мутация. Не буду здесь, я в Фейсбуке накидываю сильно. У вас буду придерживаться научных, значит. А там вы на вентилятор бросаете, да? Там, конечно, да. Я иногда и у вас бросаю. Бросайте, бросайте, публике это нравится, они любят. У меня приехали белорусы, пять белорусов приехали в начале июня. Так. Вот. И взяли у меня большое интересное интервью. Хочу вам его даже, как сказать, хочу вам его показать. И, может быть, даже если вы его, например, захотите сейчас как-то скинуть в описании, да, видео, то на самом деле оно такое классное вышло, что... Сейчас я вот его... Это я беру в Фейсбук, где я сегодня утром уже... Дело в том, что сегодня моей маме исполнилось 75 лет. О, дай Бог ей здоровья. Да, да, спасибо огромное. А мне, а мне, мне исполнилось... Это тоже невероятно как-то, что вот в один день, да, это произошло. Мне сегодня в некоторый момент дня исполнилось полтора миллиарда секунд. Оу. Оу. Вот так. Вот так. А это, согласитесь, это юбилей вообще. Такого плана, что просто, мама, не горюй. Вот этот, так, интервью с белорусами пишу, да. Так вот, они, из них двое уже сидели. Так что тот видео про то, что там у Лукашенко хорошо, они явно не согласны с этим утверждением. То есть они не согласны, что там хорошо, они что, не понимают, они что, не рубят фишку? Да, они против Лукашенко. Вообще чудаки какие-то. Они участвовали в движухе и сидели. Все пятеро против Лукашенко. Так что я беспристрастный исследователь, я собираю всю статистику. И та, которая за Луку, и та, которая против Луку, мне интересно все. Концепсов у нас не Лука, у нас как бы. Вот. И вот пятеро приехали, все против Луки, должен сказать. Я говорю, хорошо, а можно у вас вопрос такой задать, ребятки? Вот вы как бы сидели, кто-то реально там страдал. Ну вот один вообще ему спать не давали, там их стоя, в камере держали. В общем, какой-то ужас. И говорю, вот это все, потому что вам не нравится, что именно в нем. Вот я как бы, если бы я был в движухе протестной у нас, я бы знал, против чего я протестую. Против развала образования. Я это четко знаю. Это минус, который конкретно просто за нашей властью, именно за ней, вот этот минус есть. Можно обсуждать, что там есть и плюсы какие-то, но факт тот, что есть минус, не связанный с политическими репрессиями. Потому что политическая репрессия – это такая штука, если бы не было сопротивления, их бы и не было. Я думаю, что в Корее нет сидящих журналистов северной. Вряд ли там есть какие-то политические репрессии. Там просто все за. Я думаю, там просто нет свободного журнализма, так что так бесполезно. Ну да, то есть там как бы эта ситуация, ну вот что кто-то сидит. Ну так и против чего же они? Что же мне нравится в Лукашенко, кроме того, что он есть? Что это они, а не он, да? Не получилось у меня получить ответы, если честно. То есть я понял, что они уже как бы противставать ходили, когда он… Ну, конкретно против того, что он подмешал выборы. Но это для меня не очень понятно. Все-таки причина недостаточная. То есть если человек плохо делает для своей страны, плохо разваливает, разрушает, да, то тогда это понятная причина для протестов. А если он просто, ну как бы хочет вечно править, ну хочет и пусть правит себя. Ну вот мы в 96-м вот очень даже поддерживали то, что выборы подмешали, потому что не пришли коммунисты, а пришел Ельцин. Ну да. Мы, русская интеллигенция, были просто счастливы. Ну вот я к тому же, Борис Сергеевич, на самом деле что? Ну теперь пожинаем плоды, естественно. Ну пожинаем. Ну я хотел как раз узнать, есть ли какая-то причина, кроме того, что он подделал выборы? Оказалось, что нету. Да не видно. Я говорю, ну вы видите, насколько мы обсуждаем школы, да, уже видно, что по их вопросам видно, что в школах у них лучше, чем у нас. Ну ё-моё, я говорю, так что тогда, что тебе надо, собака, да? Ну я не в такой форме спросил, конечно. Но не понял я все равно этого. Но я, естественно, посочувствовал, я не люблю, я очень неконфликтный человек, я не люблю, ну вот так, ну как бы, ну зачем, если у человека есть такая вот лень, вот он будет протестовать, ну будет протестовать. Но я для себя так и не понял против чего. То есть это какая-то мне кажется... Ну вообще я вот попробую ваши слова переложить, так сказать, на свой лад. Да. Потому что вот есть какая-то власть в стране, да? Ну да. Не тогда все довольны тем, что она делает. Вот вы с образованием недовольны, белорусы с выборами, еще чего-то. Ну да. Если эту власть, так сказать, радикально менять, вот радикально менять, да, власть бывает разная. Бывает такая власть, где есть такая вот игровая составляющая, там, значит, выборы, вот пришли, пришла другая партия, значит, от партии воров и жуликов, заменили на партию жуликов и воров. Ну то есть ничего не меняется, в принципе говоря, вот, ну там такие игры есть. Вот. А у нас просто этих игр нет. Так вот, в принципе говоря, и там есть люди, которые хотят эту систему, когда чередуются две партии, жуликов и воров, и воров и жуликов, заменить такую, чтобы свою там систему какую-то, да? Ну и, говорят, вы анархисты, вы нехорошо, значит, мы бы, если вы не имеете американского гражданства сейчас, вы из страны вышли нахрен, а то и посадим. Потому что у них тоже так, это не положено, эту систему вывелять. То есть это сложившаяся система такая, вот такая система у нас сложилась, вот после революции 91-го года, которая в 96-м году себя закрепила, защитилась от ревизии своей, да? Вот тем образом, каким она защитилась, она сейчас продолжает так быть. Так, что-то случилось у вас с изображением, дорогой мой Алексей? И у вас, да, я уже вижу. И мне написали неприятную фразу о том, что мое интернет-соединение неустойчиво. Да, ну, по крайней мере, вот теперь я вас и вижу, да, вас и вижу. Голенького, все как положено. Вы, главное, не дергайте больше компьютера, все будет хорошо. Я в шортах, я не голый совсем. А, ну, это не считается. Все прилично. Тогда это не эротика, это так себе. Не-не-не-не-не-не-не. Просто жарко в Подмосковье. Ну, у вас тоже жарко, да, в Коломне? Ну, у нас тоже жарко, но у нас вентиляторы всякие иногда мы включаем. А-а-а, кондиционер что ли прям? Не знаю, вентилятор, по-моему. Ага, понял-понял. Просто он включается так, я не знаю. Не, я к таким штучкам еще не при это самое... Ну, вы же ортодоксальный. Не, я просто не умею с ними, на самом деле. А там кнопка, да. Я тоже не умею, но кнопка там есть и все. Вот. Ну, в общем, да, я к тому, что очень много какой-то суеты. Вот эти все революции, это все какая-то суета. Вот никогда человек до конца не знает, против чего он все-таки идет. Ну, просто против того, что подмешивают выборы, я бы не пошел. Даже если вот сейчас меня не пустят никуда, да. Ну, да тьфу на вас, буду дальше математику делать. Ну, то есть, не знаю, не стоит это того, чтобы жизнь там на это класть. По-моему. Ну, вот, я так считаю. По-моему, да. Это, как помните, был такой персонаж. Ученый в первой серии этого самого «17 мгновения весны». Его играл актер, так сказать, Катин Ярцев. Он говорит, мне все равно, говорит, коммунисты, капиталисты, мне лишь бы жить, говорил он. Это его допрашивал Штирлиц, помните, тогда. Ну, то есть, скорее я бы так сказал. Если бы была война действительно с внешним врагом, настоящая, вот без дураков, то это, конечно, не все равно. То есть, ну, как бы, наша страна родная. Но вот если наши, как бы, там чудят, ну, пусть чудят. Вот. Ну, а по поводу коронавируса я могу сказать, что коэффициент там в районе 8, по-моему, вместо трех, которые у COVID-19. У COVID-21 он в районе 8, то есть один заражает 8. А у прежнего сколько было? А у прежнего сколько было? Три. Три. А тут один заражает 8, да? Ну, при прочих равных, да, как бы, на начальной стадии, без мер защиты. И ясно, что три, как бы, при летнем разобщении превращаются в меньшие единицы уже. И в этом была суть того, что год назад это все сошло на нет, а осенью снова, ну, как бы, снова стало больше единицы, но это все, как бы, контролируемо. Я думаю, что очень-очень-очень плохие новости, bad news. С 8 не забалуешь. То есть 8 пройдет катком по всем, абсолютно поголовно всем, кроме 100% затворников. Вот и все. То есть здесь уже можно... Вы по-прежнему против вакцинации, да? Не-не-не-не-не, а почему нет? Я не против. Нет, я же никогда не был против вакцинации. Мне не нравится идея принудительной вакцинации, но, в конце концов, если выбирать между принудительной вакцинацией и принудительным дистантом, то уж лучше принудительная вакцинация. Ну, то есть, как бы, если есть выбор, вакцинироваться всем поголовно и дальше жить спокойно и больше вообще не вспоминать про все глупости, или постоянно трястись, каждую секунду от каждого заболевшего выходить на дистант, выводить, классами, школами, целыми городами, там, локдауны не давать, ни в футбол, значит, поиграть, ни собраться лекцию, прочитать. Нет, давайте тогда уж вакцину. Но, боюсь, что не будет такого выбора. Собянин будет и всех сажать на карантины, и вакцинировать. Вот, помните, Швейк, выбирай слон, два раза в рыло или трое суток ареста. Помните, да, у солдата Швейка был там какой-то этот самый. И если солдат выбирал трое суток ареста, ему все равно давали в рыло один раз для профилактики. Вот, Собянин, это вот такой вот товарищ. То есть, я думаю, что у нас нет такого выбора, как вот сейчас все вакцинируются, и больше не будет проблем. Проблемы изнутри исходят, из какого-то маниакального желания вот этот вот дистант и все эти цифровые технологии навести. То есть, сатанизм, сатанизм процветает. Вот надо с крестов. Сатанизм, да, цифровые технологии вот эти, ну, насильственные, естественно, не как никогда, просто школа. Посмотрите, есть две разные ситуации. Первая, какая-нибудь хорошая школа в Иркутске дозрела до того, что им нужны серьезные курсы, им нужен экран в некоторые классы для того, чтобы слушать серьезные курсы и разбирать на уроке. Это прекрасно, никаких проблем. Пусть заказывает этот экран, пусть ей привозят и так далее. Другая ситуация стоит в том, что их просто везде наставляют насильно, распиливая, соответственно, российский грант, триллионы разворовывая на этом. Это называется принудительной цифровизацией. И вот это вот, ну, как, ну, либо воровство, либо сатанизм. Выбирайте, скорее всего, и то, и другое. Вот, и вот это вот, значит, это меня больше всего беспокоит. Мне кажется, главная проблема, вот реально настоящая проблема, она есть не у Беларуси, она у нас. Что у нас вот эта вот команда цифровизаторов. Но посмотрим, если я попаду в политику, мы с ними поговорим еще. Да, тогда с ними поговорите. Ну, а насчет ковида, насчет ковида он пройдет по нам абсолютно, так сказать, неизбежной волной. Возможно, немножко тормозится летом, ну, не очень быстро будет идти летом, просто из-за летнего возобщения. Да сейчас летом как раз всплеск пошел, как ни странно. Да, но это потому, что в восемь раз. Я имею в виду, нужно сравнивать с тем всплеском, который был бы, если бы было не летом. Ну, вообще говоря, вот Академия наук придерживается другой точки зрения. Академия наук, значит, она, вот было у них собрание общее, Академия наук, они хвастались своими результатами. В частности, один из результатов – модель распространения вот этой вот пандемии в Москве. И по их понятиям, по их прогнозам, они в этом своем расчете предусматривали, что, так сказать, темп вакцинации будет, ну, нормальный по возможностям вакцинаторов, да? А не по желанию вакцинируемых. Или, вернее, не по желанию не вакцинироваться тех, кто не вакцинируется. Вот, и по их понятиям следующий всплеск должен был быть в октябре-ноябре. А он, говорят, ну, говорит, это не так сейчас. Вот, видите, кривая совсем другая стала. Это еще был в мае месяце у них общее собрание. И, говорит, видимо, сейчас он начнется в июне, потому что, говорит, не вакцинируется столько вот. У нас по-другому рассчитано. Ну, и действительно, это связано с невакцинацией просто-напросто. Нет, это связано с коэффициентом 8, конечно, в первую очередь. Ну, я не знаю, вот новый штамм, он сильно уже всеми овладел? Нет, о том-то и дело. Вот этот новый, он сейчас идет катком по тем, кто не успел переболеть тем, и по некоторым переболевшим, потому что не все получают кросс-иммунитет. Вот. То есть, мой-то прогноз какой? Что то, что 8 раз даже летом будет идти, ну, а завершится все, конечно, страшным всплеском осенью уже, но очень быстро. С другой стороны, может быть, все будет очень быстро, потому что там и говорят, что инкубационный меньше. То есть, грубо говоря, там было 4-5 дней, тут 2-3 дня. Ну, и представьте себе там, если все отпустить, если 2-3 дня 8 раз, это 8 в 8 степени за месяц. То есть, это уже кажется население Земли. Ну, нет. Но России вполне. То есть, это означает, что… Ну, так, конечно, не будет понятно, что там будут изо всех сил пытаться что-то делать, вакцинировать и так далее. Но я думаю, что там это означает, что эта вспышка будет короткой, быстрой и короткой. Просто не летом, действительно, а осенью. Потому что летом она… Сейчас она тормознет на каких-то величинах. И вот осенью, наверное, она снова будет… Она всех доберет, кто не успел летом, да, кто съехался уже на работы свои. Ну, и все. Ну, другой вариант стоит в том, что она все-таки даже летом успеет покрыть более-менее всех. Тогда уже вспышек больше не будет. Но в обоих вариантах я не вижу причин, почему вообще эта дельта сильно долго у нас задержится. Думаю, октябрь, ноябрь – это предел. А если появятся новые штаммы, то уж извините, да. Там уже будут новые штаммы. Но в целом я не вижу вообще, честно говоря, я не вижу в принципе причин. Но вот сейчас надо просто расслабиться. Потому что вот этим 8 раз ты что не делай, он будет распространяться. Понятно. То есть вот такая вот идея ваша. Ничего не сделаешь просто. То есть как можно в сердцах говорить, что это объективное мнение, из-за него люди умирают. Но люди-то умирают из-за ковида, а не из-за мнения. Вот, поэтому это совершенно… Ну, просто надо смириться с этим. Все, эпидемия с нами. Все, никто не… Ну, вот только если вы будете всю жизнь жить в Коломне, тогда она вас не тронет. Или если вы решите вакцинироваться? Ну, я-то вакцинированный. А, но вы все равно, да, на всякий случай, не? Что не? Ну, я в феврале вакцинировался. Но, тем не менее, это же не исключает. Потому что все равно надо… Сейчас новые штаммы появляются, все прочее. Я все равно хожу в маске, как положено. Я понял. Но вы ездите уже в Москву, да? Ну, был как-то тут, посетил Пушкинский музей. Нет, Пушкинский музей посетил. Третьяковку. Мы ездили… А, ну, то есть, нет, в принципе, вышли уже в мир. Мы ездили на школу. Вот, приехали, жена болеет. Вначале думали просто простуду, потом все, пропало у нее. Нюх там, обаяние. Ой, обоняние. Обаяние не пропало. Обаяние не пропадает даже в больном состоянии. Ну, хорошо. Да. Вот. Ну, переболели, ничего страшного. Но я, кстати, не заразился этим новым штаммом от нее. Пока, по крайней мере. У нее был новый штамм. А вы анализы на антитела сдавали? Много у вас? Я сдавал последний раз пару месяцев назад. Там было… Блин, забыл уже. В Фейсбуке помещал. Но мне комментарий на таков был, что не очень много, но нормально. Пока можно не вакцинироваться. Понятно. Ну, я не знаю. Я как бы, я буду вакцинироваться, только если меня заставят. Мне, честно говоря, заставят вакцинироваться. То есть, если вот на работу, действительно нельзя будет прийти на работу просто. Ну, тогда, да, так сказать, проявим какую-то лояльность. Но сам я лучше просто переболею еще раз спокойно. Конечно. Это мощно. Ну, и вообще, я как бы, я считаю, что ему слишком много внимания вделено. Ну, эпидемия – это же часть нашей жизни. Живем, как жили. Ну, я всегда это говорил. Кого-то уносит дама с косой, а кто-то остается пока что живой, да? Да, как-то так. У Господа все равно все встретимся. Да. Настанет день конца вселенной, и мы увидимся с тобой. Да, да. Это было написано на одном, так сказать, надгробе, могильный памятник такой. У нас разорили одно кладбище, и кто-то этот памятник с чужой могилой поставил, значит, на своей, ну, на своего родственника. И это звучало очень так вот двусмысленно, фраза в данной ситуации, да? Да. Что вот у нас день конца вселенной, и я с тобой, сволочью, который памятник с моей могилы украл. Во-во-во-во. Во-во-во-во. Во-во. Да. Вот такие вот дела. Что-то еще я хотел сказать. У меня что-то какая-то мысль была на языке сейчас. Господи, про это все. Или еще про что-то. Ну, что ж такое, забыл-то, а? Забыл. Хотел что-то добавить. Ну, ладно, бог с ним. Тут у нас еще одно событие. 51-е число Мерсена нашли. Это же число такое. Сейчас расскажу. О, я сейчас вам расскажу. О, можете даже назвать видео. 51-е число Мерсена от голого Саватеева. Так. Нет, я лучше скажу, что дураки, они что, против батьки протестуют? Или как-нибудь что-нибудь в этом роде? Не, я не знаю. Да я не хочу их обижать на самом деле. Ну, протестуют и протестуют. Мне это непонятно. Я бы не сказал, что они дураки. Мне просто непонятно. Не, может, даже число Мерсена это интереснее. Сейчас у меня в новостях оно. Я его зачитаю. Значит, что такое число Мерсена? Это простое число специального вида. А какого специального? А вида 2 в Н и минус 1. 2 в Н и минус 1. Так вот, такое число может быть простым только в том случае, если само Н будет простым. Потому что иначе, по понятным причинам, 2 в степени КЛ минус 1 равно 2 в КТ минус 1 умножить на 2 в степени КНЛ минус 1 плюс 2 в степени КНЛ минус 2 и так далее плюс 1. То есть сразу же будет по формуле А в степени У минус Б в степени У раскладывается на множители. А минус Б умножить на какое-то выражение там вот это вот оставшееся. И тогда бы оно не было простым. Поэтому только, вот я сейчас его ищу, вот я его нашел уже, сейчас я зачитаю его размер. Только такие числа могут быть простыми из тех, которые являются числами вида 2 в Н и минус 1. То есть 2 в степени П минус 1. И таких чисел известно только 51. То есть при остальных простых числа раскладывается на множители. А почему это такие важные числа, знаете? Нет. Потому что они связаны… Да что, 2 в степени П минус 1? Да. Потому что они связаны с совершенными числами. Что такое совершенное число? Это число, которое равно сумме своих делителей, всех кроме него самого. Например, у делителей, у числа 6, 3 делителя неравных ему. Это 1, 2 и 3. А их сумма равна 6. Так. А у числа 28. В нашей жизни 2 совершеннолетия. 6 и 28 лет. А 18 это в раке, это несовершеннолетие вообще ни разу. Потому что 18 это несовершеннолетие. Значит, какие делители у 28? 1, 2, 4, 7. Да? 14 еще, да? Ну что, получается 28-то? 1, 2, 4. Да, 28, правильно. Куда-то вы пропали, Алексей. И звук пропал, и изображение замерло. Это все потому, что вы компьютером крутите. Его не надо трогать. Вот учили меня. Обращайся со взрывоопасными веществами с уважением. А вот вы компьютера не уважаете. Он в любой момент может выключить. Нету Саватеева. Ушел. Ушел от нас в интернет, Саватеев. Улетел мой ангел. Может, сейчас подключиться. Подожду немножко. Кто его знает. Ну вот молодец, Саватеев. Видите, как он прям не в бровь, а в глаз оценил. А что, говорит, против батьки протестуете? Ну что, вам не нравится, что он выборы подделывает. Ну, нормально все. Вот мы, например, хотели этой подделки выборов в 96-м году. И нам подделали. Ельцин победил, коммунизм не восстановился. Правда, потом оказалось, что и коммунизм-то был у нас такой. Скорее всего, просто очередная пугалка, да? Это как была такая наклейка с таким суровым Зюгановым. «Купи еды последний раз». Наклеивали обычно на всяких продовольственных ларьках. Вот так и сам Зюганов-то был для этого нам. Он особо нигде не возникал, не восставал, не протестовал. Ну что, не придет, мой любимый друг-то? Сейчас я попробую ему позвонить. Любимому моему, Савватееву-то. Савва Игнатьича. Так, сейчас мы узнаем, продолжится у нас это наши прения. Или надо их закруглять. То есть, шипит, 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 зараза, говорит. Говорит, шипит у него компьютер-то. Не поддерживает компьютерной технологии. Идентификатор. Модем-то у вас какой? Мегафон? Вы с него можете крышечку снять или не снять? Я не знаю, снимается крышечка с него? Коробочка. Ну, это коробочка, в которую вы вставляете вашу сим-карточку. И вот, в принципе говоря, вот крышечка там, чтобы вставить сим-карту, надо снять крышку. Она тогда охлаждается лучше. У меня тоже похожая есть, правда, не ее-то. Ну, я вас запустил. Так, воспользуемся. Перегрелся, говорит, компьютер у Савватеева. Вот. Да, но вроде пока работает. Так вот. Сейчас, стоп, стоп, стоп. Если хотите, можете включить изображение, но это не обязательно. Ну да. Пока попробуем. Итак. Да. Следующее, совершенное число, 496. И поэтому трех совершеннолетий все-таки в жизни человека, к сожалению, нет. Только два. Кстати, обратите внимание, 28 лет у нас заканчивалось пребывание в Комсомоле. Своего рода совершеннолетие. О, совершеннолетие. Все, я понял, в чем дело. Знали, знали, гады, знали. Они знали, что делают. Ну вот. Так вот, 28 – это 1 плюс 2 плюс 4 плюс 7 плюс 14. Это тоже все делители числа 28. А оказывается, что четные описываются следующей формулой. Ее можно очень легко запомнить наизусть. Если я говорю 2 в степени n минус 1, то я имею в виду одно из двух. Либо 2 в степени n за вычетом единицы, либо 2 в степени скобка открывается n минус 1. Так вот, неважно в каком порядке. Важно их просто перемножить. То есть берете два варианта. Первый вариант – это вы возводите 2 в n и вычитаете единицу. А второй вариант – возводите 2 в n минус первую. И вот произведение этих двух чисел будет совершенным числом в том и только в том случае, когда, соответственно, вот это вот 2 в n за вычетом единицы будет простым. То есть числом Мерсена. Любое число Мерсена порождает таким образом совершенное число. И любое совершенное четное имеет такой вид при некотором числе Мерсена. Поэтому поиск совершенных чисел четных и поиск чисел Мерсена – это одно и то же. Вот. Так вот, новый рекорд – это 2 в степени 82 миллиона 589 тысяч 933 минус 1. Это найденный компьютер. Я не понимаю, как проверить его простоту. Не понимаю, как можно быстро проверить вообще за какое-то разумное время все делители, ну, там, как проверить простоту вот такого страшного числа. Но современные алгоритмы, видимо, есть такие. Вот такой вот у нас успех. А еще нечетных совершенных чисел не существует, говорят. Еще Евклид так предположил. Но никто не может это доказать. До сих пор, по сей день, когда я учился в школе, Шень нам дал задачу. Доказать, что несчетных совершенных чисел не существует. Интернета не было. Мы не знали, что это не решенная задача. Я исписал две общих тетрадки. Помните такие? Общие тетрадки. За три дня. Выходные. Я ничего. Спал только по минимуму. Спал и писал. Свалил ему на стол. Говорю, я могу только доказать, что у такого числа не меньше трех различных простых делителей. Больше ничего не могу. Сдаюсь. О, говорит, неплохо. Хороший результат. Очень такой. Да, это одно из продвижений было вот такого рода. Но вообще-то, говорит, эта задача нерешенная. Я так дал. Вдруг кто-нибудь из вас решит. Представляете, вот так учитель дал нерешенную задачу на дом. 57-я школа. 1987 год. ВОЗ и ныне там. Никто не знает, существуют ли нечетные совершенные числа. Так что вот так. Новое число Мерсена. Здорово. Это где-нибудь, наверное, в шифровании применяют, нет? Ну, это, в принципе, да. Вокруг шифрования и кодирования, конечно же. Все, что связано с простыми числами, алгоритмами, разложения на множители, огромные простые числа. Это коды прошлого века. Коды нынешнего века – это эллиптические кривые. Шифры, основанные на них. Вот. Но да, да. Это все вокруг. Это супер абстрактная арифметика. Она оказалась супер применимой к жизни. Здорово. Вот так, Борис Сергеевич. Такие у меня новости. Ну, может быть, вы какой-нибудь вопрос мне зададите. Потому что у меня, собственно, больше новостей нет. Вчера вечером я сел на поезд в Тулун-Иркутск, приехал в Иркутск, рано утром пошел в аэропорт, поехал, точнее, на такси. Там чуть-чуть подремал, дождался самолета, прилетел сюда и приехал на такие вот праздники, как мамина 75-летие и мое полутора миллиарда секунда секундия. Полутора миллиарда секундия. И сейчас буду кучу всего делать. Завтра куча встреч, потом у меня записи там коллаб буду делать. А, 26-го будем записывать Форт Боярд, часть 3. С Витер и Гулянкой, компанией популяризаторов. Математики. Потом поеду в Сириус. Вести там что-то на школе Русгидро, еще там пара конференций. Потом вернусь, вот будет слет партии, то все. Вот так? Слет, а не съезд. Слет? Съезд, конечно. Слет туристический бывает, я оговорился. Слет. Слет. Да может они на своих персональных самолетах прилетают. Слет миллиардеров наверняка бывает, которые вот где-нибудь там шофели, это наверняка слет. Наш главный вполне обеспеченный человек, но в целом как бы это не то чтобы, это не нефтяные как бы доходы, это его дело большое. Он сделал Фаберлик, русская косметика, Алексей Геннадьевич Нечаев. Это он ваш, значит? Ну да, начальник партии. Или ему сказали, говорит, слушайте, товарищ, откройте, создайте свою партию. Непонятно, если честно. То есть там скорее что-то среднее между этим и этим. То есть, наверное, он всегда хотел создать, но сейчас разрешили. Но это мои домыслы. В ранге домыслов должно пойти. Ну что ж, я вам завидую по-хорошему. Видите, у вас-то такое открытие, новое число открыли. Да, это круто. Это круто. Вы теперь в политике, глядишь, выберут и сделают вас министром. Ну а к тому должно все. Ну как бы, если в России образование не копится. Долженка опять реорганизация, опять можно заработать пила во всю силу. Да, понимаете? Это же очень важно. И вы будете как такой, так сказать, комиссар, понимаете? Вот комиссар в кожанке. Нет, нет, нет. Мой призыв стоит в том, чтобы отодвинуть их с главных ролей. Очень аккуратный. Никаких, никаких этих. Ну вот, например, возьмем Германа Грефа. Я к нему нормально отношусь, но зачем он высказывается про образование? Ну, просто попросим не высказываться и все. У него прекрасный проект, Сбербанк. Никто его не трогает. Ну, попросим его в Крым войти, конечно. Ну, то есть это как бы... Зачем ему входить-то? Вы ему еще посоветуете обанкротиться просто напрямую. Зачем ему входить? Ну, с Крымом пусть с Владимиром Владимировичем разбирается. Нет, не входить, это значит, любой, понимаешь, Савватеев, выезжая за границу, не сможет рассчитываться нашими карточками. Ему придется с собой ввести наличные деньги. А что вы хотели? Суверенное, понимаете, дело непростое. Ну, суеверное-то на суеверное, но... В общем, лично мне кажется, что имиджевая составляющая, что почему-то Крым, который наш, почему-то не наш юридически с точки зрения Сбербанка, мне кажется, совершенно возмутительный. Но вот это как раз то, что не будет касаться меня напрямую, когда я буду... Ну, с точки батья Лукашенко, он тоже не наш, он не признает это. Да, 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 я знаю. Батья Лукашенко, это он тоже не наш, и его самолеты туда не летают, несмотря на то, что там ему с запада санкции объявили против его, так сказать, гражданской авиации. Но, он говорит, это еще хуже будет, чем то, что он будет летать в Крым. Ну, в общем, здесь, да, здесь надо как бы какой-то... Меня устроит любой ответ, если встанет президент и скажет, не можем войти в Крым, наш банк не может войти в Крым, и все, потому что нам важны наши западные партнеры, они от нас отвернутся. И этот ответ меня устроит, то есть я буду понимать, что происходит, по крайней мере. Ну, или вход в Крым со всеми последствиями меня тоже устроит вполне. Но вот эта странная такая непоследовательная ситуация меня не устраивает. Давайте тогда правду говорите. Если мы вассалы, ну, скажите, что мы вассалы. Ну, то есть тут нужна какая-то правда. Вот Израиль, например, он долгое время владел Иерусалимом, но это не признавало международное сообщество. Поэтому все дипломатический корпус весь находился в Тель-Авиве. Ну, Тель-Авив это где-то очень близко от Иерусалима, но тем не менее не Иерусалим. Вот, он находился там, весь дипкорпус, то есть все послы. Но это всех устраивало, потому что тут вот ехать недалеко. А банки тоже так вот, как у нас вот с Крымом были? Ну, по всей видимости, всегда это такие вещи делаются. Ну, не признают, значит, не признают. Это еще все эти, как называют, резолюции Совета Безопасности, они ведь до сих пор как бы в силе. Что делать? Нет, а почему получается, что мы... Ну, ладно, не признают, не признают. Ну, типа, собственно, их дело. Почему получается, что мы наш родной банк не можем там представить? Он тогда под санкции попадет. Не понятно? Ну, и что? Ну, а он не хочет быть под санкцием. Когда это ударит по всем нам, он не сможет осуществлять операции международные. То есть, если вы, например, держите свой счет, вы не просто вы, Савватеев, а какая-нибудь корпорация, скажем, так сказать, Газпром, держит счет Сбербанки, она не сможет на этот счет получать платежи за газ из-за границы. Она не сможет с этого счета рассчитываться за трубы, за буровое оборудование. Значит, Госбанк уйдет. То есть, простите, не Госбанк, а из Сбербанка уйдет Газпром тогда, да? Все остальные уйдут из Сбербанка, потому что им нужно будет рассчитываться за границей. Все, кто имеет дела за границей, они все уйдут. Если вы имеете, значит, карточку отличную от карточки МИР, вы тоже оттуда уйдете, потому что вашу карточку не будут обслуживать системы. Все. Это вот так вот. Для чего была введена, так сказать, карточка? Ну, Газа им так же нужен, как и... Это для того, чтобы эти банки, которые попадут под эти санкции, могли рассчитываться с помощью системы МИР между собой. Ну, да. Ну, вот я, например, пользуюсь МИРом. Ну, ВИЗа у меня тоже есть, правда. В МИР, в Российской Федерации, во всем мире именник нельзя пользоваться. Ну, наверное. Это я не знаю. Самое интересное, вам даже нельзя пользоваться, если вы в таком банке будете, вам даже нельзя будет китайскими карточками пользоваться, потому что Китай тоже, значит, придерживается того, что не хочет попадать под международные санкции. Все, он не будет иметь дело с Исбербанком тогда Китай. Такие вот дела. Ну, это жизнь, что ты делаешь. Понятно, понятно. Нет, но это надо назвать... Как говорят в Израиле, закон приходит потом. Но это означает, что... Винтовка рождает власть. Тогда надо поставить задачи соответствующие, ну, просто задачи о том, что, ну, вот хотите вы наш газ или не хотите? Нет, хотите вы, хотим мы продавать наш газ или не хотим? Если не хотите продавать, они скажут, не продавайте, потому что купить жиженый газ и привезти его из Персидского залива дешевле, чем платить за наш трубопроводный. Просто у них есть договоры, которые появились во времена Никиты Сергеевича Хручева. Когда Хручев хотел строить коммунизм, ему для этого не хватало 20 лет снабжения газом, а ему нужны были трубы. Это была называемая газовая пауза. Помните такую историю? Нет, нифига. Мы трубу дадим, но не просто там вот за золото или доллары, или марки, фунты, франки. Мы вам дадим их на основе соглашения, что вы нам обязуетесь продавать газ. И мы, значит, пролонгируя вперед, пропишем, сколько газ это будет стоить. Мы его привяжем к корзине цен нефтепродуктов. Там бензин, солярка, керосин. Вот, привязали. Потом случилась арабо-израильская война. Нефть сразу подорожала. Все. А там закон такой, бери или плати. И они стали платить. И брать. Потому что, а что же, его не брать? Деньги отдай этим русским, а газ не принимай. Так нельзя. Но они, естественно, платят, но берут. Платят, но берут. Скрипят зубами, но берут. И вот это вот, например, Катар понастроил себе там, или Катар понастроил заводов по производству сжиженного сметана, чтобы возить его в Европу. И возят. Но эти заводы там не загружены на 100% очень далеко. И поэтому они бы еще нарастили мощность. Их газ дешевле нашего. Понимаете, какая петрушка-то? Ну и все. А он у них не привязан к корзине. У них своя там себестоимость. Ну, значит, наверное, правильная задача. Но, опять же, смотрите, здесь вам... Если вы хотите сказать, не хотите покупать наш газ, не покупайте, они скажут, мы не хотим. Все. Вы сами оказались. Все. Это очень интересно, кстати. Это намекает на то, что всеептически пропасть, коль у вас коготок. То есть вот как бы сказавши, что мы вот партнеры такие, вовлеченные во все отношения, мы очень много чего сказали. Как сказал Ленин, Владимир Ильич, жить в обществе, быть от него, значит, независимым невозможно. Если мы живем на планете Земля, то мы не можем быть независимым от всех остальных. И никогда не были. Потому что вы никогда не видели газет времен гражданской войны. Если видели, вы обратили внимание на цвет их шрифта. Он такой вот грязновато-бурый. Он делает... Это краска. Делалась так же, как и современная. Из мелкой сажи, мелкодисперсной сажи. Но для того, чтобы этот цвет был черным, в него нужно добавить немножко голубого красителя. А вот голубой краситель закупается за границей. То есть если мы хотим быть свободны от западного мира, то мы даже не сможем печатать деньги, потому что у нас деньги цветные. Понимаете меня, да? Ну, первое... Мы даже черно-белые деньги не напечатаем. Нам придется покупать какое-то количество этого красителя за рубежом. Я помню описание одного, значит, изделия западного, технического. И в нем было написано, кто там... Ну, все компоненты и производство, кто что делает. И там было даже производство социалистических стран. Хотя в соц. страны это изделие не продавалось. Но они покупали бы в Вьетнаме что-то там такое, что вот входило в комплект их поставки. Да, вот такая вещь. Очень интересно. Нам купить было нельзя. Это очень интересно. То есть задача, поставить задачу, чтобы Россия стала автономной, она нерешаемая с вашей точки зрения? Она нерешаема в принципе, да. Она решаема в том смысле, что можно сделать очень большой уровень автономии, но это было, когда у нас был соцлагерь так называемый. Да. Соцлагерь был, да. Это была очень мощная экономика. Она могла по минимуму взаимодействовать за границей. Хотя не взаимодействовала по минимуму. Нам по-прежнему нужны были трубы большого диаметра, нужны были буровые станки, нужна была масса всякого оборудования. Даже в наше время. Вы помните эту историю, когда в Техасе, недалеко от этого, как и в замечательный город Хьюстона, посадили группу наших бывших советских граждан еврейской национальности. Они туда давно уже уехали, организовали фирму по торговле этими самыми микросхемами. И вот они эти микросхемы поставляли в Российскую Федерацию. И в Российской Федерации они самых разных имели покупателей. Ну, например, эти микросхемы ставились на противокорабельные ракеты. У нас такие чудесные противокорабельные ракеты, которые прилетают. У них искусственный интеллект. Они распознают цель, выбирают нужный объект. Вот у них, например, идет ордер. Авианосец и охранение. Он выбирает авианосец и поражает его больное место. И эти микросхемы покупал ФСБ. И вот эти микросхемы оказались бракованными. И они от ФСБ прислали этой фирме рекламацию. Рекламация пришла. А ФБР говорит, а что это такое? Вы что, ФСБ поставляете? Ну-ка, вы кто такие? А мы евреи. Ах, вы евреи! Присядьте, пожалуйста, сказали евреям. И они присели. Вот такая вот история была. Печальная очень история. Но после этого перекрыли канал поставок этих микросхем для крылатых ракет в том числе. Вот такая вот история. Думаете, эта задача ставится или нет? Вот освобождение от этой зависимости. Она оставилась всегда, и это называлось ПВ, приобретающее ведомство. Все, что хотите, можно было купить за границей. Все, что хотите. Ну, может быть, нельзя было купить, так сказать, атомную бомбу, но достать ее чертежи было можно. Я просто пытаюсь вот эту реконструкцию сделать. На самом деле мы сошли немножко в сторону, потому что начали мы с того, что Греф просто не должен высказываться про образование. И вот здесь я абсолютно в этом уверен. И очень попрошу его не высказываться, если буду... Ну, вы знаете, вот почему-то Грефа вы об этом попросите, потому что он авторитетный человек. А вот меня вы об этом не попросите. У меня гораздо меньше подписчиков, чем у Германа Оскаровича. Да, правильно? У Германа Оскаровича подписчик каждый... Так, а раз вы высказываетесь, вы же не несете пургу вот эту ужасную. А бывает, несете пургу, некоторым не нравится. Ну, просто дело в том, что он человек влиятельный, и он, ну, как бы его слова почему-то, ну, раз он хороший руководитель Сибербанка, то воспринимается как что-то серьезное. А при этом он про образование такое просто говорит, что... А что он говорит? Процитируйте, пожалуйста. Давайте вместе посмеемся. Ну, сейчас процитируем. Что уж там. Сейчас найдем. Так. Вот, а про Крым, ну как, я бы поставил тогда эту задачу, я бы сказал, выступил, сказал, дорогие братья и сестры, мы зависимые, мы не можем. Вот, делайте, что хотите, либо дайте мне карт-бланш на разрывы всех зрителей. Каждый поймет, вы же не очень вот с этим сразу поняли. Мне пришлось вам объяснять, а вы Савватеев, вы звезда. Нет, в финансовых вопросах я ничего не понимаю. Так, включаю, да? Что включаю? Мы сегодня приходим от школы знаний к школе навыков. Это ключевая трансформация. Время показывает, что навыки значительно более важны и ценны как для личности, так и для общества. Я понял, выключайте, а то у нас забанит YouTube. Я понял, о чем идет речь. Но на самом деле, действительно, у нас сейчас такой переход осуществляется, и ученики требуют не знания, а требуют навыков. Ты скажи, где мне это применять? Я им говорю, если ты хочешь много украсть, тебе нужно иметь знания. Если ты хочешь, чтобы тебя эксплуатировали, тебе нужно иметь навыки. Вот и все. Переходит и переход. В советское время школа знаний была. Почему? Потому что из нас готовили бойцов, которые должны были захватить Европу. А для того, чтобы воевать, война – это не кто кого перестреляет, а кто кого передумает. Как говорил Старшина Восков. В бессмертном произведении «Азорий здесь тихий». А вот что касается… Потом случился такой казус, что Китай заимел водородную бомбу и спутники стал запускать. И нам уже с Европой было не воевать. И вопрос стал такой. Все, почему случилась перестройка и гласность? Вот говорят, а вот там то, а вот все. Нет. Дело в том, что сменились цели. Оказалось, что вот этот российский проект, он в принципе уже все, окончился. Дальше развиваться, расширяться на Европу мы не можем. Хотя это была задача Российской империи. Развиваться, развиваться на Запад, на Запад, на Запад. Восток – это барахло. Запад, Запад, Запад. И вот мы дошли до этого самого Одера, Инейса. Или как это называлось там? До Эльбы. Мы встретились там с силами Запада, пообнимались, выпили, закусили, разошлись. Но вот эта граница вот образовалась у нас. И все, дальше продвигаться нельзя. Но почему-то эти вот коммунисты наши, которые тогда нами руководили, поняв то, что продвигаться нельзя, они просто все то, что было, разрушены. Неинтересно все. Понимаете, вот мы, как вот эти вот есть буддийские монахи, что-то там из песочка цветного какую-то картинку рисуют, а потом ее все сметают, всыпают. Вот так они поступили с нашим проектом. И вот Владимир Владимирович, видимо, его снова пытается осуществить каким-то образом, хотя бы частично. Но это не удается. Вот я приду, и удастся, и все. Будет школа знаний. Да школа знаний, ладно, надо дойти до Одера, по крайней мере. Да мне, честно говоря, вот это все дискурс. В школе должны учить. И это все вот как бы вот эти слова, они, ну это философия. Нет, сейчас нужны работники, сейчас нужны те, кого эксплуатируют. Сейчас не нужны победители в Третьей мировой войне. Вот эти победители в Третьей мировой войне, это Герман Оскарович, он ведь победитель, в Третьей мировой должен был быть. И я тоже должен был быть. Он стал директором Сбербанка. А я вот тут попрощаюсь, попрощаюсь еще в интернете. Очень искусственно, прошу денег. Внизу у меня номер Сбербанкской карточки, номер счета Сбербанка, PayPal, Donation Alerts, Яндекс.Деньги или кошелек, кошелек ВКонтакте. Пожалуйста, пришлите мне денег, чтобы на постройку забора. Я вас очень прошу, это очень критично. Мне даже сегодня во сне приснилось, что нас всех решили снести и переселить в Архангельск. Назад! Назад в Архангельск, песня БГ. Ну ладно, я так понял, что тот час, который вы мне дали, он истек. Ну и я хочу сказать, что вот по поводу этой пилы репрессий ничего подобного не планируется делать. Эти люди просто будут поставлены на место. И все. Они будут жить в своих домах, получать свои зарплаты, заниматься своим делом, но просто в области образования их не будут слушать. То есть то, что они наворовали, у них не отнимут. Я не уверен, что Греф так уж много воровал. Или там этот Тасмолов, который постоянно камлает про какой-то подход, деятельностный подход, эту химию всю. Ну я же, много все равно оставите, да? Я не думаю, что они вообще воруют. Это люди идейно направлены на вот эту вот всю ерунду. Вы правильно говорите. Не пойман, не вор. Правильное положение, да? Ты меня еще поймай. Этим я заниматься совершенно не собираюсь. То есть как бы вот уж то, что там эти все замки и какие-то там дела, это меня вообще не тисует. Я своему замдекана, который контролировал посещаемость, говорил, поймай меня, если сможешь. Ну да. Нет, в общем, это не моя тема. Нет, моя тема вернуть школу в Россию и все нормально. Просто и ясно. Ровно с этим лозунгом и пойду. Вернуть России мозги. Итак, Голый Савватеев в бане предлагает вернуть России мозги. О да. 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 Вот. И даже я могу сказать, что я согласен с тем, что, как это сказать, бумерангом. Они не будут высказываться про образование, я не буду высказываться про Сбербанк в Крыму. Хорошо. Я вижу, что я некомпетентен. Но если бы я был нашим главным начальником, я бы поставил цель, ну, какой-то план, вот, дорожную карту выхода из этой зависимости, чтобы не было этого позора, хотя бы в обозримое время было ясно, что там вот через столько-то лет... На этой дорожной карте должна быть Северная Рейн-Вестфалия. Меня как раз учили воевать в Третьей мировой именно в Северной Рейн-Вестфалии. О как. Если не будет на этой дорожной карте Северной Рейн-Вестфалии, ничего не получится. Это очень интересное замечание. Борис Сергеевич, я обдумываю. Потому что, если на этой карте будет Северная Рейн-Вестфалия хотя бы как потенциальная цель, тогда нам скажут, ладно, 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 заберите, что хотите, только нас не троньте. А так как эта цель не нарисована на карте, то ничего не будет. Забавно. Я подумаю. Я встал в работу. Я вот тоже, вот как у меня такая мечта есть, съездить в Северную Рейн-Вестфалию по местам несостоявшихся боев. У меня был конечный этап моей атаки дом лесника в лесу. Обалдеть. Я по карте могу найти этот дом лесника. Карта подробная была. Это супер, Анатолий. Посмотреть, кто там сейчас живет в домике лесника. Очень интересно, да. Гутен так, скажу. Гутен морген. Гутен морген, гутен так. Бью по моргу. Кэндехох, да. Цумволь папаша, цумволь мамаша. Принесу им даже с вами классовые птицы. Интересно, интересно. Очень интересно. Ну, в общем, вот такие дела. Да, дела такие. Ну, спасибо публике родной. Не забудьте денег мне прислать и посмотреть видео, которое там внизу. Ссылочка будет от моего любимого Савватеева. Вы мне уже прислали ее, нет? Да, на почту прислал. Отлично. Я ее возьму оттуда, эту ссылку. Сейчас я проверю. Среди ушедших должно быть последнее. Да, 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 да. Ловите. Не прекращаю целовать и обнимать моих зрителей. Стесняюсь целовать и обнимать голоса Ватеева. А то мало ли что вы там подумаете. Но, в общем, я его обожаю. Обнимаю вас, Борис Сергей. Мы сейчас закончим запись и договоримся, когда мы в следующий раз с вами встретимся. Хорошо? Да, да, давайте. Ага. Всем пока. Почтенные публики. Маткульт, привет. Маткульт, привет. Сегодня жарко, поэтому я такой не очень агрессивный, а спокойный очень. Потому что мне жарко просто. Да я с самолета только что. Понятно. Часовых поясов много сменил. Да я с ним. Спасибо.